Дорогие друзья, меня зовут Павел Фролов, и сегодня мы продолжим разговор о том, какие ошибки мы совершаем в браке. Браке и в отношениях вообще. Одна из типичных ошибок, когда мы развиваем свои отношения, когда мы внутри них живем, это склонность фантазировать на тему того, что с нами происходит. Выглядит это очень типично, хотя и порой мы идем в очень такие, ну, пускаемся во все тяжкие и фантазируем удивительно отлично один от другого. Случается какое-нибудь событие в отношениях, наш партнер что-то делает, ну, говорит какие-то слова, или наоборот он где-то промолчал, или он где-то нас поддержал в том месте, где мы думали, что этого не нужно делать, или наоборот, опроверил то, что мы высказали. Он как-то себя ведет, он что-то делает, иногда вообще ничего не делает, но у нас это вызывает внутреннее переживание. Такое бывает в жизни, потому что взаимоотношения – это такая сложная материя, в которой все время что-то происходит. Так вот, когда случается что-то, пусть даже реальный конфликт, некоторое столкновение интересов, мнений, ничего такого, что мы должны делать вместе, но договориться об этом не можем. Одна из довольно частых стратегий наших связана с тем, что мы начинаем фантазировать на тему о том, что имел в виду наш партнер, что на самом деле происходит, какой смысл стоит за его словами, по совсем маленькому-маленькому отрывку этого целого длинного предложения, которое есть внутри головы у нашего партнера. Собственно говоря, мы очень часто действуем, исходя из идеи о том, что мы должны читать эти мысли, мы так ведем себя по отношению друг к другу. Мы говорим какие-то слова в надежде на то, что партнер и так догадается. Не поверьте, как часто я слышу слова о том, что «не, ну он что, не понимает что ли?» «Не, ну он что, не догадывается? Не, ну а что, это так сразу непонятно что ли?» Нет, на самом деле ничего не понятно сразу, никто ни о чем не догадывается, никто не умеет читать мысли, но мы в течение своей жизни умудряемся научиться этой идее, почему-то из нее исходить и ожидать от нашего партнера, что он будет это делать, и делать это достаточно исправно. Так вот, этого никогда не происходит. Каждый раз, когда складывается какая-то ситуация, когда нам партнер что-то говорит, по идее, вместо того, чтобы спросить, мы начинаем приписывать ему мотивы, говорить, а это он говорит потому, что вот это, а это потому, что он считает, что я вот такая, это он как всегда, он всегда так делает, он всегда считает меня такой или вот такой, или это его стандартная форма поведения. И мы считаем, что он делает это с какой-то целью специальной, мы их приписываем человеку, за него думаем. И в общем, вот эти огромные фантазии застилают нам эту самую реальность реальных отношений с нашим партнером и не дают возможности ничего с ней сделать. Именно потому, что мы на самом деле не знаем, что происходит. Мы фантазируем на тему реальности. Например, совсем недавно ко мне приходила семья, и там жена рассказывала о том, что у нее серьезные трудности с мужем, потому что когда она мечтает, ну, например, провести с ним выходной, она вот думает об этом и начинает ему говорить, слушай, давай вот куда-нибудь поедем. Он начинает говорить, ну, не знаю. И она сразу это рассчитывает, а, нет, ну, все понятно, как всегда, значит, он не хочет, он сейчас там, как всегда, хочет провести время дома. И на самом деле, чего она не делает, она не спрашивает у него, слушай, а что это значит? Значит, на самом деле, давай подумаем, ты хочешь ехать? Нет. Давай подумаем, может быть, у тебя есть какое-то предложение поехать куда-то в определенное место отдохнуть, не знаю, там, на лыжах, на санках, на сноуборде, ну, и еще что-то такое. Нет, ничего такого не происходит. Она сразу начинает за него додумывать, она сразу считает и приписывает ему его собственное мнение и ответ. И ответ вот этот вполне такой, ну, как бы нейтральный, ну, не знаю, вот, расценивается как отказ, нежелание к этому самому, там, сотрудничеству и плодотворным договоренностям, и, в общем, человек сразу закрывается, надувается и ходит обиженный. И когда я уговариваю ее, слушайте, ну, давайте сделаем вот не так, как вы обычно делаете, а давайте сделаем по-другому. Давайте вы скажете слова, которые вы говорите обычно, а потом спросите, что ты об этом думаешь? Какое у тебя об этом мнение? Сможет мне ответить более развернуто, чем просто не знаю, вот, как тебе нравится эта идея, чего бы ты хотел? Не так, как обычно. Обиделась, надулась, закрылась и там ушла, там, не знаю, злиться, там, чего делать, мыть посуду в этой самой злости. А попробовать продолжить этот разговор. Приходит она через... Она клянется, говорит, да, хорошо, договорились, попробуй сделать. Вот приходит она на следующую сессию через неделю, и когда я спрашиваю о том, что там получалось, она пребывает в такой некоторой растерянности и смущении. Я говорю, слушайте, чего такого? Она говорит, знаете, пошло все совсем не так, как я представляла, и даже не так, как вы говорили. Я говорю, что там произошло? Он вдруг сказал, слушай, ну правда, ну конечно, да, да, у меня есть свое мнение, просто тебе никогда не интересное свое мнение, я тебе скажу, ну давай, ты скажешь, а да, ну ладно, и уходишь. Конечно, давай, давай, поехали, да, и он начал предлагать, поехали кататься на сноубордах, да, да, и мы прям поехали и покатались. Я говорю, как себя в этом чувствовали? Вы знаете, она говорит, я себя чувствовал довольно странно, потому что, с одной стороны, это, конечно, такие, ну, приятные чувства, что ура, случилось, я так этого хотела, а с другой стороны, я чувствую себя немного дурой, так разочарованно, потому что получается, что все это время, все вот эти вот предыдущие месяцы, пока мы там вместе, я, получается, сама, что ли, не давала ситуации развиваться в нужную мне сторону, делала вот так, как я привыкла делать. И вот это ощущение некоторого разочарования в себе, ну, в общем, меня доставало, говорит, примерно с полдня. Ну, что, конечно, мне кажется, каждый из нас должен уметь говорить себе, ну, да, правда, да, я совершал ошибки, да, я делал что-то неправильно, но в этом нет никакой трагедии. Мы все так умеем делать. Но, зато теперь, сделав вот так, поймев такой непростой опыт, я точно знаю, как не надо делать, я попробую учиться и делать так, как надо. Поэтому, на мой взгляд, обсуждение того, что между нами происходит, это такой ключ к разрешению наших межличностных конфликтов в семейных и партнерских отношениях.